МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. 200 квадратов, охваченных огнем, серьезный пожар произошел накануне ночью в поселке Искатели. В нашем эфире кадры, снятые очевидцами. Работа на опережение. Строители планируют сдать два участка Усинской дороги раньше срока. Чайные тайны. В международный день всеми любимого напитка наша съемочная группа подготовила краткую инструкцию по завариванию и хранению травяного настоя. Сегодня ночью на улице Угольной в поселке Искатели произошло возгорание заброшенного здания. Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Ненинскому округу звонок о возгорании поступил от очевидцев пожарную часть около часа ночи. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Здание не было подключено к электричеству и не эксплуатировалось несколько лет. Тушение данного пожара производилось силами подразделения МЧС в количестве 27 человек личного состава и привлекалось 7 единиц техники. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и последствия пожара. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 5 часам утра. Погибших и пострадавших нет. Заключительная в этом году сессия собрания депутатов Ненинского округа состоится 16 декабря. Главным вопросом станет принятие окружного бюджета на ближайшие три года во втором чтении. Вопросы сессии региональные парламентарии обсудили на заседании комитета. В числе представленных в повестке сессии вопросов поправки к проекту окружного бюджета на 2020 год. Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненинского округа на три года. Изменение величины регионального прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Изменение в закон о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами госвласти округа и согласование решения о реорганизации Ненинской коммунальной компании. Кроме того, депутаты рассмотрят изменения в положении об общественной молодежной палате при собрании депутатов Ненинского округа. Также депутаты обсудят примерную программу законотворческой деятельности на следующий год. Прямую трансляцию 32-й сессии собрания депутатов Ненинского округа 28-го созыва можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север» 16 декабря в 10 часов утра. Губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный посетил один из самых известных долгостроев – автодорогу Нарин-Марусинск. В настоящее время там осуществляется строительство первого участка общей протяженностью 23,3 км. Репортаж Ольги Русул. Протяженность недостроенного участка автомобильной дороги Нарин-Марусинск на сегодняшний день составляет 50,5 км. Работы ведутся на первом участке этой дороги общей протяженностью 23,3 км. Сейчас мы находимся на первом участке, в втором этапе. То есть протяженность всего порядка 6,7 км. Осталось, наверное, около километра. И уже на следующей неделе, в четверг, уже поедет итоговая проверка. То есть мы уже, так сказать, один этап сдадим. После этого останется нулевой этап строительства. Это порядка 6,6 км с ремонтом моста через реку Шапкино. Его стоимость – порядка 3 млрд рублей. Торги по этому участку дороги пройдут в следующем году. Третий этап строительства должен быть завершен в августе будущего года. Но подрядчик планирует работать на опережение и сдать все участки в эксплуатацию к концу 2022 года. Второй этап дороги мы сдаем с опережением сроков на год. То есть этот участок должен был сдаваться в октябре следующего года. Сдаем мы его сейчас. То есть у нас, в принципе, все работы идут с опережением. Объем средств из федерального бюджета на продолжение строительства автомобильной дороги на Ренмарусинск на период 2020-2022 года составляет 10,04 млрд рублей. 2020 год – 4,150 млрд рублей. 2021 год – 2,970 млрд рублей. И 2022 год – 3,280 млрд рублей. Необходимый дополнительный объем средств из федерального бюджета на период 2021-2022 годов – 5,54 млрд рублей. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в текущем году – 3,15 млрд рублей. Между Центром стройзаказчиком и Обществом техносферы заключены государственные контракты на строительство трех этапов автомобильной дороги общей стоимостью 6,7 млрд рублей. При этом сроки исполнения по первому и второму этапу 30 октября следующего года, а по третьему этапу 20 октября 2023 года. Это будет полностью отдельный комплекс. Будет приобретено еще 40 самосвалов, 24 единицы дорожно-строительной техники и 15 единиц вспомогательной техники. Также под строительство второго участка будет закуплен отдельный комплекс жилой. Полностью будет отдельный поселок. Суровые условия окружающей среды требуют особых технологий. И специальная армированная сетка для прочности дорожного полотна, чтобы покрытие выдерживало возложенную на него нагрузку. И это все уплотняется? И это все уплотняется, непосредственно, да. Можно вперед пройти, посмотреть, как уже после уплотнения. Губернатор поинтересовался условиями труда строителей, ведь работать им приходится в максимально суровых условиях. Представитель подрядчика заверил – техника современная. Как у вас там тепло? Да, нормально. Нормально? Да. Какая техника современная. Техника, да. Я говорю, мы максимально ушли полностью от использования нарушенного труда. Также техника вся, планировочный экскаватор, и все у нас оборудовано 3D-системами. Сейчас еще вышли новая модель ТВ-системы, сейчас уже устанавливаем ее на новую технику. Вовремя платят зарплату? А? Зарплату вовремя платят? Да, вовремя. Вовремя платят зарплату. Вы здесь, на этом участке работаете? Да. Ну, дорога свяжет в будущем на Рену-Марк с большой землей. Я думаю, должна уже больше. Губернатор отметил огромную значимость строительства автомобильной дороги для жителей Ненецкого округа. Эта дорога для нас, для жителей округа, жизненно необходима. Вот посмотрите, в этом году мягкая зима, и зимник станет только в лучшем случае к январю. А это значит, промышленные товары, продукты питания, стройматериалы смогут завести много позднее. То есть сегодня мы не имеем с вами круглогодичного автомобильного сообщения с большой землей. И эта дорога свяжет нас и разорвет эту блокаду, изоляцию. Мы с вами, своими глазами убедились, что работы идут в полном масштабе, что дорога строится. Посмотрите, по какой технологии все строится, качественно. А это значит, что через несколько лет мы сможем с вами по этой дороге проехать не только зимой, но и в любое время года. Добавлю, в ноябре 2020 года заключены государственные контракты второго этапа на строительство второго участка данной автомобильной дороги протяженностью 20,59 километров на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Окончание – октябрь 2023 года. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Открытие зимника откладывается. Неустойчивые морозы и отсутствие снега в тундре сильно усложняют строительство зимней дороги на Большую землю. Со стороны Республики Коми строительством и содержанием трассы занимается усинская компания «Транстрой». 1 декабря комиссия выезжала на место. Выяснилось, что на реке Печорель – да, нет. По информации муниципалитета, подрядчик начал работу еще 30 ноября. Идет заливка ледовой дороги. Но из-за теплой погоды обустройство зимника сильно усложняется. О проблеме поговорили и на еженедельной планерке главы региона. О темпах работ со стороны Ненинского округа доложил руководитель профильного ведомства Альберт Чебдаров. На этой неделе планируем выезд в Сонгру. Многие жители ждут в округе для того, чтобы определить возможность передвижения по снежному покрову. Будем промерять снежный покров. Нормативная величина составляет 20-25 сантиметров. После промерок следующей планерки постараемся, возможно, даже на этой неделе разрешить движение механических транспортных средств и строительство зимних, соответственно. Подрядчик сможет приступить к работе по обустройству временной ледовой трассы после вступления в силу приказа Департамента природных ресурсов и экологии АПК Ненинского округа о разрешении движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундре. Напомню, в 2019 году движение по ледовой переправе через реку Печора в районе села Усть-Уса открыли уже 20 декабря. Раннему открытию способствовали морозы и нормативная толщина льда. И теперь информация об эпид-обстановке. По данным Управления Роспотребнадзора по Ненинскому округу на утро 15 декабря, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 726 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 6 пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находятся 64 пациента. Из них в стационаре получают лечение 15 человек, находятся на амбулаторном лечении 49 человек. Как сообщила заместитель главы региона Наталья Сидорова в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Ненинского округа, в третьей городской школе один класс закрыт на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. В целом ситуация у нас достаточно стабильная. Два детских сада, в двух детских садах «Тасказка» и «Втельвиске» закрыты по одной группе в связи с превращением порога «Пауэрви». И в школе номер 3 у нас закрыт один класс по контакту с заболевшим коронавирусной инфекцией. В целом все остальные учреждения работают в штатном режиме. Напомним, в регионе стартовала добровольная вакцинация от COVID-19. Записаться на прививку можно у своего лечащего врача во взрослой поликлинике Ненинской окружной больницы и в центральной поликлинике Заполярного района. В Ненинском округе будут развивать аквакультуру. В региональном департаменте природных ресурсов экология ПК определили границы первых двух рыбоводных участков на озерах Молодежная и Харитонова. По информации ведомства, в ноябре была дана научная оценка возможностей рыбохозяйственного использования озер Молодежная, Харитонова и Матервисочная. По итогам исследования, пригодными к разведению рыбы были признаны два озера вблизи Наринмара – Молодежная и Харитонова. Проведено заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории округа. Создано два участка – это озеро Харитонова – половина гектара, и озеро Молодежная – 12 гектаров, которые у нас пригодны для выращивания товара на эквакультуре. В первую очередь это будут сиговые и хорель. Сиговые, так как была потребность обоснована, в связи с тем, что у нас в целом снижаются объемы этого вида рыбы, соответственно, было принято решение, и приниматели проявили готовность выращивать данный вид рыбы. У обоих участков хорошая транспортная доступность. Они находятся недалеко от Наринмара, и до них можно добраться в любое время года. Сегодня мы определили границы этих участков. После этого их можно будет выставить на торги. Делать это будет Североморское территориальное управление Росрыболовства, сообщили представители ведомства. В Дворце культуры Арктика состоялась церемония вручения грамоты и благодарственных писем президента, а также церемония награждения победителей межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин России». Кроме того, в торжественной обстановке юные жители Ненинского округа получили свои первые паспорта. Александра Литкова расскажет подробнее. Одну из первых – благодарность президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность вручили методисту Дома культуры села Ома Надежде Бобриковой. Это заслуга не только моя, это заслуга моих родителей, моих коллег, главное, потому что я в культуре работаю 30 лет, моих единомышленников. Основное мероприятие – это по ненецкой тематике, потому что я владею ненецким языком и стараюсь привить нашему поколению, чтобы они узнали, как мы жили, как мы кочевали, во что одевались. Понятно, что они ненецкого языка не знают, но на моем примере хоть немножко научились. Медсестра операционного отделения Ненецкой окружной больницы Юлия Вукуева также получила высокую награду за самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. Нам бы всем вместе, моим коллегам и мне, хотелось бы сказать вам слова, благодарность за ваш труд, за вашу работу и те почетные звания, которые сегодня будут вручены, и те благодарности президента, которые выручены чуть позднее. Это заслуженная награда за ваш каждодневный труд. Также в рамках церемонии глава региона Юрий Бездудный присвоил профессиональные почетные звания. Ветеран труда Анна Торопова за многолетний труд и личный вклад в развитие строительной отрасли региона стала почетным строителем. А старший бухгалтер потреб общества «Север» Мария Чекина получила звание почетный работник торговли НАО. В рамках всероссийской акции «Мы, граждане России», которая проводится раз в квартал в каждом субъекте страны, в торжественной обстановке четырем юным жителям округа вручили паспорта. Главным документом жизни каждого человека является его первый паспорт. Быть носителем паспорта – это высокая честь и большая ответственность. Мы поздравляем вас с этим праздником, так можно его назвать. Поздравляем вас, юных граждан Российской Федерации. Желаем вам стать достойными жителями нашей страны. Заслуженные награды в этот день получили и победители межрегионального конкурса сочинений «Я, гражданин России». Памятными подарками и дипломами наградили школьников и студентов, работы которых были признаны одними из лучших в конкурсе. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». 15 декабря отмечается Международный день чая – праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле. Наши предки на севере чай тоже очень любили. Сколько выпивали пустозеры заморского напитка в год и как правильно заваривать чай, выяснила Любовь Перемякова. Заливаем горячей водичкой. Количество воды тоже выбирайте себе по вкусу. Закрываем. Немножечко разболтаем. Иван Сартаков, владелец одного из местных кафе, показывает нам, как правильно заваривать полезный чай. Растений, из которых можно приготовить такой ароматный напиток, очень много. Их можно встретить в лесу или в тундре. Голубика, брусника, клюква и, конечно же, морожка. Вот. Видите, она прям сочная. Почему? Потому что она сочная. Ну, это, кстати, надо, наверное, везти в меню. Ягоды сначала давят, а затем добавляют по желанию лимон, мед или корицу. Такой чай, по словам Ивана, содержит в себе массу ценных витаминов и микроэлементов. Помогает бороться с простудными заболеваниями и элементарной депрессией, возникающей на фоне холодных дней и полярной ночи. Много кофеманов, но любители чая все равно остались, наверное. Вот как в Мари-Маре у нас жители. Любят чай? Да, пьют его очень много. В основном любят такие вот фруктовые чаи. Мы специально там не разбивали, например, чайную карту, потому что всем не угодишь, не сделаешь 150 сортов. То есть у нас обычно стандартненькие. Не знаю, как другие, но я люблю, чтобы сетки чая присутствовали, немножко залатывать этот чай. Кстати, россияне входят в число мировых лидеров по потреблению чая. Его пьют 94% жителей. Больше только в Индии. Тогда как на родине чая в Китае лишь 74%. Откуда такая любовь к чаю у нас в округе? Ответ на этот вопрос знают сотрудники музея. Оказывается, от наших предков пустозеров. Что местные жители покупали здесь чай цибиками. Цибик – это коробка с чаем, вес которой мог достигать до двух пудов. Но если посчитать, что пуд – это 16 килограмм, то эти коробки могли весить до 32 килограмм. Ну и также, что чай пили. Семья могла выпить чай в количестве 16 фунтов. Но тоже, если фунт 400 грамм, то 24 килограмма могла выпить семья чая за год. Пили хороший чай, пили китайский чай. И поэтому, как уже отмечают многие путешественники, чай, конечно, здесь любили и ценили. Как отмечают историки, в любое время суток пустозеры встречали и званого, и незваного гостя ароматным напитком. Если не отведать, можно было испытать на себе гнев хозяев. Кстати, культура чаепития у жителей Нижней Печорья была на высшем уровне. Это подтверждает хранившаяся в музее коробка легендарной дореволюционной фирмы «Братья К. и С. Поповы», которая была основана в 1842 году. Их называли «Чайными королями России». Если обратить внимание, как она украшена, так скажем, изнутри, то есть есть наклейки. Кроме этого, чай они просто насыпали, его заворачивали в упаковочную бумагу, складывали в эту коробочку, и она еще могла и закрываться на такой, на замочек. То есть вот здесь была печать. Фирмой Поповых была налажена доставка чая даже почтой. Причем получателем могло быть частное лицо, заказавшие, к примеру, 2-3 пачки чая по 3 золотника, каждая из которых стоила 5 или 10 копеек. Или фирма, желавшая получить вес от 20 килограммов и более. Такой чай могли себе позволить обеспеченные жители. Поэтому, кроме черного заморского, у наших предков в ходу были и местные разнотравья. Несмотря на то, что мы живем на севере, все равно у нас богатые разнотравья, у нас много трав, и хозяйки использовали все, что можно было взять от природы. Но какие же цветы могли использовать? Ну, конечно же, это иван-чай. Иван-чай везде, в принципе, он есть, и у нас на севере тоже его довольно-таки много. Иван-чай еще называют копорский чай, потому что его родина считается село Копорье, это в Ленинградской области. Ну, и у нас тоже иван-чай растет. Иван-чай обычно собирали на всю зиму, собирали тоже в больших количествах. Раньше его не ферментировали, а просто подсушивали в тени или в печке, и потом уже пили. А еще наши предки использовали для чая мяту, шиповник, таволгу, листья березы. 31 декабря 1821 года Александр I издал указ о дозволении производить продажу чая в трактирных разного рода заведениях с 7 часов утра до 12 часов полудни и держать в ресторациях чай. Сразу возникла целая индустрия сопутствующих товаров – всевозможных баранок, сушек, калачей, конфет. А вот сахар вошел в обиход лишь в середине 19-го столетия, когда его стали массово производить из отечественной сахарной свеклы. До этого он был по карману только зажиточным горожанам и дворянам. Поэтому на Руси зачастую пили чай с солеными огурцами. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Антон Выдряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.